И следующий час у нас будет очень интересным, потому что наш главный гость это Валентин Наливайченко, глава СБУ 2014-2015 годов. Здравствуйте, Валентин. Здравствуйте. Валентин, ну и первое, о чем бы я хотела поговорить, конечно, событий очень много, но давайте мы начнем с вами с визового режима. Сегодня заработал визовый режим для россиян в Украину. Расскажите, пожалуйста, поподробнее об этом и почему Украина приняла такое решение? Визовый режим сегодня с 1 июля действует для граждан России. У нас визовый режим Украина оставила не так для многих стран, а для Российской Федерации ввела. Страна наша сделала так, ясно, что в связи с агрессией, ясно, что в связи с тем, что слишком уж много диверсионных групп и просто криминалитета въехала в Украину перед 24 февраля. И именно эти группы были причастны и есть причастны к диверсионным нарушениям. Именно среди этих групп, среди таких граждан Российской Федерации было много так называемых контрактников частных военных компаний Российской Федерации. Именно они причастны, вот если вы спросите у меня, я в Киеве все это время, всю войну, каждый день и каждую ночь. Нас, кивлян, больше всего в марте, в конце февраля доставало то, что по ночам, даже в городских парках, слишком уж много было стрельбы. Очень часто наши правоохранители и территориальная оборона задерживали людей с российским гражданством, которые либо пытались оружие там, в этих парках спрятать для дальнейших диверсий против инфраструктуры, против граждан Украины, либо... У нас небольшие технические проблемы, как вы меня слышите? Да, да, это был звонок, я прошу прощения. Вот что было в Киеве в конце февраля и в начале марта. И именно из-за таких диверсионных групп, из-за такого криминалитета мы вынуждены пойти на визовый режим. И это нужно было, естественно, сделать раньше. Но, сами понимаете, когда мы под атакой, под агрессией, для этого требовалось время. Конечно, не могу не заметить, что параллельно с тем, что мы пытаемся обезопасить границы своей страны, у нас еще есть очень большая проблема с безопасностью в городах. Потому что то, что Россия сейчас бомбит жилые дома, вот сегодня прилетело в Одесскую область. Разбомбили девятиэтажку, разбомбили базу отдыха, которая принадлежала, кстати, Молдове. Да, в Средиземке, да. Вчера, позавчера люди были в шоке от происходящего в Кременчуге, когда разбомбили снова-таки парк отдыха возле стадиона, где отдыхали дети с родителями, потому что жарко, лето, все гуляют с семьями. Разбомбили торговый центр, в котором находились люди, и пострадало очень много населения. И регулярно. Но это как русская рулетка, мы не знаем, проснемся ли мы утром, потому что стреляют сейчас по жилым домам, по жилым районам, и по тем местам, где в основном как можно больше людей. Что это за тактика? Объясните мне. Это терроризм, это месть Путина за поражение на поле боя, это такая уловка, чтобы украинская власть прогнулась под те требования Кремля. Скажите, пожалуйста, что это? Это, безусловно, военный терроризм, это, безусловно, преступление против человечества и против человечности, потому что вы абсолютно справедливо отмечаете, что эти удары в тысячу килограмм боевой мощи, боевого насилия ракеты Х-22, а именно такая была, например, по Одесской области, выпущена и по Сергеевке, по санаторию, и рядом по лагере отдыха. Эти боевые ракеты предназначены именно для того, чтобы нанести как можно больше ущерба. Но их сознательно и Путин, и военное руководство России, нынешние генералы, которые теперь отвечают за войну против Украины, используют против мирных населенных пунктов, против санаториев, зная, что в Белгород-Днестровском этом районе Одесской области, именно в Сергеевке, а туда прилетела Х-22 модернизированная, находятся ночью отдыхающие с детьми. И 21 погибший человек, мирные, гражданские, 21, среди них один ребенок, это, знаете, последнее на сегодняшний день из преступлений против человечности, которые совершили российские военные. И я хотел бы еще раз подчеркнуть, чтобы мы понимали, что ракета Х-22 на самом деле это ракета очень старая, советская, 60-70-х годов, и она предназначалась даже советскими вооруженными силами и разработками для противокорабельной борьбы. То есть эта ракета изначально сделана в тысячу килограмм боевой части и мощи против морских суден и против морских кораблей. То есть это противокорабельная. Ее модернизировала российская армия сейчас, и на старых модернизированных бомбардировщиках ТУ используют уже против мирного населения Украины. И предыдущая атака по Кременчугу, по торговому центру, была днем. И прекрасно понимали те, кто отдавали приказ и осуществляли это военное преступление, что они делают. Более того, даже карта подлета бомбардировщиков ТУ, которая уже нам известна, а эти бомбардировщики взлетали из Калуги, шли на Курскую область, то есть сокращали дистанцию по прямой, и после этого открыли огонь этими ракетами Х-22 по Кременчугу, по мирному городу, и попали туда, куда они и стремились попасть, чтобы было как можно жертв больше в торговый центр в Кременчуге. Ясно, что днем, в час дня, там было очень много и покупателей, и сотрудников различных офисов, магазинов, складов, поскольку это торговый центр, насколько мы теперь знаем, это не только там торговые помещения, но и складские, и офисные. То есть это на самом деле такой, знаете, конгломерят торговый мирный, и именно в него ударила боевая ракета Х-22. Скажите, пожалуйста, а насколько изменилась тактика боя, военная тактика за последние 4 месяца, вот с начала боевых действий и сейчас? Сейчас мы видим с украинской стороны, что то, что наши вооруженные силы, то, что наша противовоздушная оборона стали более эффективными, и появилась возможность хотя бы сбивать самое страшное смертоносное оружие Российской Федерации. В ответ российские вооруженные силы и российское военное командование перешло к тактике бомбить, мстить именно мирным гражданам. Ну давайте на конкретном примере. То, что выбили с острова Змеиной, украинского острова Змеиной, наши вооруженные силы выбили российскую армию и склады с боеприпасами. Именно в ответ на военные действия, на военные победы украинской армии была нанесена в час ночи атака по Одесской области ракетами Х-22, которые же взлетали и заходили со стороны Черного моря, атаковали мирные санатории и базы отдыха. Вот на самом деле в чем такая, знаете, изменение тактики на юге, если мы говорим о боевых действиях. То есть российское военное командование перешло к сознательному шантажу, сознательным запускам огромных многотонных ракет против мирных граждан Украины. Тем самым признавая две вещи. Первое, они готовы эти преступления совершать против человечности дальше и не считают гражданских людей вообще ни за что в ноль. А второе, подтверждается то, что на самом деле на полях сражений, в реальных боевых действиях не хотят и не могут принимать полноценного участия, тем самым отвечая, знаете, так подло и по-преступному даже для войны, даже для военных действий, отвечая ракетами по мирным гражданам. Вы знаете, в Сумской области сейчас очень интересная ситуация, в плохом смысле слова интересная. Сумщину обстреливают ежедневно, каждую ночь, каждый день, утром, вечером, в обед, неважно. Обстреливают из артиллерии, обстреливают из градов. И вот когда мы разговаривали с волонтерами из Сумщины, они говорили, так это русские, русские так тренируются на нас. Ну, я спросила, в смысле тренируются? Они говорят, вот новобранцев понабирают, везут на границу с Сумщиной и пристреливаются по живым селам, по живым людям, по сельским хатам. Так учатся их солдаты стрелять. Что вам известно об этой ситуации или известно вам? Я подтверждаю, это так. И Сумщина, и частично Харьковщина, и курсанты артиллерийских училий, и, вы правильно говорите, новобранцы, поскольку идет скрытая мобилизация в Российской Федерации из-за огромных потерь на войне против Украины, из-за огромных потерь ранеными и пропавшими без вестей российских солдат. Да, мобилизуют, да, молодняк свозят, и да, огромные-огромные запасы вооружений снимают с хранения от Владивостока, Томска и так далее, свозят железной дорогой, как правило, на Белгород, Курск, близлежащие области с Украиной, и Брянская в том числе, и оттуда уже действительно под руководством российских командиров обстреливают и прицельно целят в приграничное село, в приграничную инфраструктуру. Более того, премия выдается российским солдатам, те, кто попали в какую-то инфраструктуру, в командование, это считает, что это какой-то успех российское, и премирует их, во всяком случае, обещает премировать деньгами. Это, если вы спросите, у меня это старая бандитская тактика 2014 года. В Донецкой области тогда и по Мариуполю, и по Волновахе выпускали российскую артиллерию, пускала снаряды по мирным домам, по мирным районам украинских городов Донецкой области в 2014 году. Да, такая тактика сразу с российской агрессией появилась в Донецкой области тогда еще в 2014 году. Теперь мы это видим, такие военные преступления уже и в Сумской области, и в Харьковской области, по сути, по всему периметру границы украинско-российской. Скажите, а что сейчас происходит на востоке Украины? Северодонецк, Лысычанск? Что слышно о этой территории? Потому что за последние два дня как-то вот эта тема не поднималась ни в российской, ни в украинской прессе, значит, идут бои. И какая ситуация там на сегодняшний день? Там действительно идут бои. Там действительно с Российской Федерацией российская армия свезла огромное количество бронетехники и артиллерии. И именно в этом пока есть количественное превосходство российской армии. Украинские вооруженные силы действуют с точностью до наоборот, то есть максимально уберегая и сберегая личный состав, то есть наших защитников, максимально стараясь не дать артиллерии, по сути, снарядам и бомбам нанести урон среди наших защитников. Поэтому сейчас бои, если вы меня спросите о Лисичанске, да, на окраинах Лисичанска, да, Лисичанский нефтеперерабатывающий завод и другие предприятия, да, там идут бои. Но повторюсь, с российской стороны, со стороны артиллерии, в основном использование тяжелой артиллерии, бронетехники и бросают, как правило, после массированных налетов или обстрелов, такие, знаете, передовые разведывательные отряды. Вооруженные силы Украины отбивают и пока в Лисичанске успешно такие спробы, такие намерения противника. Ну, а когда артиллерия накрывает, ясно, что маневрирует войсками наш генеральный штаб. И я думаю, что это очень правильная тактика и она должна быть главной на этой войне. Как можно меньше, чтобы были раненых с нашей стороны. Тем более, что, повторюсь, свезли сейчас в Донецкую и Луганскую область. Я уже не знаю, есть ли в России военный округ, с которого бы не сняли с законсервированного или с боевого дежурства артиллерию, бронетехнику, уже даже бронемашины до БМП-1, которые были, то есть до 70-х годов, сняты с консервации и направлены как раз на восток Украины, в Донецкую и Луганскую область. Сейчас там такая, знаете, вторая мировая, где артиллерия и бронетехника используются на все 100, если на 120%. Вот вы знаете, буквально информация в довесочек тому, что вы сказали. Российская Федерация проводит активную призывную кампанию на территории Восточного военного округа с целью компенсировать потери. Такой информацией поделились в Генштабе ВСУ. В связи со значительными потерями личного состава воинских частей и состава Восточного военного округа Российской Федерации на его территории проводится активная призывная кампания. Пункты призыва резерва действуют во Владивостоке и Сергеевке, где дислоцируются два российских подразделения. Ну и от военных, таких военных тяжелых, суровых будней хотелось бы перейти к экономическому терроризму. Нас постоянно грабят. Уже даже тяжело сказать, сколько зерна было вывезено и украдено. И вот свежая новость. В Турцию зашел корабль с краденным украинским зерном. Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар. Корабль с оккупированного Бердянска зашел в турецкий порт. Украина просит власти Турции принять меры. Примет ли меры Эрдоган, который себя считает миротворцем в данной ситуации и который является в какой-то степени заинтересованной особой в войне по разным причинам. Как бы вы прокомментировали эту ситуацию с Турцией и нашим краденым зерном? Это действительно краденое зерно. И вы правильно называете так и нужное. Мы так называем как члены парламента. И знаю, что наши послы и консулы, особенно черное и Средиземное море Украины, Украина имеет достаточное количество и генеральных консульств, и консульств, и посольств в странах, начиная с Турции и Стамбула, где у нас генеральное консульство. Я почему упоминаю именно эти учреждения украинские? Потому что именно они сейчас выявляют и не позволяют через Босфор проходить дальше с баржем или коммерческим судном с украденным из Украины зерном. А масштабы такого международного экономического воровства, это более более 400 тысяч тонн украинского зерна стараются и пытаются российские военные обходными путями либо через Бердянск, либо через Севастополь, либо даже до Новороссийска вывозят и там уже оформляют как российское зерно. Пытаются вывезти через Черное море дальше. Как правило, это уходит на Сирию пока, потому что ни одна другая страна не может и не позволяет себе покупать кровавое зерно. А в Сирии, как и Россия под международными санкциями, по сути, найдет такой поддельник и пока что это единственная страна, куда кровавое зерно Россия старается вывезти. Что и как можно и нужно действовать дальше, я подтверждаю, что очень важно, чтобы Турция и президент Турции Эрдоган были нашими реальными союзниками Украины и не позволяли ни через свои морские порты, ни через свои территориальные воды, ни через Босфорские протоки вывозить краденое зерно. И еще одно, на чем я хотел остановиться, очень важно сейчас нам, Украине, украинскому правительству полностью задействовать все механизмы международных организаций морского торгового судноплавства. Это серьезные механизмы и если мы будем эффективными, то я думаю, что мы не позволим Российской Федерации украденное зерно вывозить дальше и на нем зарабатывать. Не позволим, потому что через конвенцию международную ООНовскую по международному является Российская Федерация не может перепродать, перевезти и завезти в любой иностранный порт любой груз, если он считается украденным или незаконным путем приобретенным или погруженным на судно. Вот на самом деле сейчас что важно делать. Ну вот вы говорите страна-террорист, а комитет США, комитет Сената США по международным отношениям одобрил только 23 июня резолюцию о включении России в список стран, поддерживающих терроризм. Резолюция номер 623 была предложена сенатором республики Линдси Грэмом 9 мая 2022 года. И вот до 23 июня с 9 мая столько времени эта тема обсуждалась. Сейчас для того, чтобы Россию признали страной, которая спонсирует терроризм, нужно личное одобрение администрации Джона Байдена. Как вы думаете, признает ли США и признают ли после этого и другие страны по принципу США Россию страной спонсором терроризма? Я думаю, да. Я думаю, это неизбежно. Кроме того, согласно американскому законодательству, именно Конгресс США признает и определяет, является ли страна спонсором терроризма. И Российская Федерация давно и, знаете, прочно такой страной оказалась под руководством Путина. Более того, в признании и указание, что страна это спонсор терроризма, означает сразу же и решение Госдепартамента США. Это учреждение, которое достаточно имеет специфические функции. Это и Министерство иностранных дел, и Министерство внутренних дел, и экономики во многих аспектах в американском правительстве. То есть, после такого решения Конгресса, когда объявляется страна спонсором терроризма, правительство, Госдепартамент и администрация президента Байдена принимает уже дополнительные санкции и ограничения. Для того, чтобы было понятно, это будет что-то подобное к Каддафи и Ливии, когда еще Каддафи был жив и когда Ливия была признана среди прочих страной спонсором терроризма. Сейчас такие страны еще Сирия и Северная Корея и до какого-то момента Венесуэла. Я думаю, что Венесуэлу будут выводить, а вот в отношении Российской Федерации будут такие решения приниматься. И для нас и для Украины очень важно, что признание Российской Федерации, а главное ее преступление на территории Украины, убийство людей на территории Украины, признание Российской Федерации страной спонсором терроризма будет означать дополнительные экономические, политические и прочие ограничения для самой Российской Федерации, для российского руководства. А вы заметили, кстати, как объединяются между собой страны-террористы. Вот сейчас Россия, например, пошла на сближение с Сирией. У них какой-то такой интересный кружок стран-тиранов и они максимально стараются наладить между собой дружественные отношения. Более того, даже Китай попался на том, что они торгуют запчастями, военными комплектующими для Российской Федерации. США ввело санкции против пяти китайских компаний. Как вы думаете, как отреагирует Китай, будет ли в дальнейшем продавать запчасти, краденые Российской Федерации? И вот эта вот дружба Китай Турция, Казахстан и Сирия будут иметь какие-то последствия для мира в дальнейшем? Я думаю, если мы говорим о Китае, то американские санкции для китайских компаний это очень неприятная вещь. И я думаю, что не будет во всяком случае массовой и законной торговли под санкционными технологиями и товарами со стороны Китая, с Российской Федерацией. Это пусть даже Российская Федерация и руководство России не надеется. Не будет Китай этого делать, тем более, что рынок несоизмеримый. Я имею ввиду маленький относительно для Китая рынок России и огромный относительно для Китая рынок ЕС, США и прочих самых сильных экономик мира. это даже не сравнить. Ну, чтобы мы понимали, в 15 раз объем экономический и объем рынка больше, чем российский рынок для Китая, если мы говорим о рынке ЕС, США и Канада, Китай, и если мы говорим Россия-Китай. То есть, ну, сами понимаете, любой бизнес, в том числе и китайский, умеет хорошо считать прибыли. Что касается кружка по интересам Сирии, вы знаете, я вот, когда об этом говорили, я, кстати, вот сейчас подумал, хотел поделиться с нашими телезрителями, что на самом деле как раз из Сирии сейчас переведены Путиным генералы, которые там бомбили ракетами сирийские города и мирных жителей, и именно этим они занимаются сейчас в Украине. Вот, что в этом кружке для нас крайне неприятно, если уж об этом вспоминать. А в отношении того, чтобы кто-то имел отношение серьезное с Сирией, вы упомянули Казахстан, Китай, другие страны. Я крайне скептически к этому отношусь. Я не думаю, более того, я знаю, что ни Казахстан, ни официально Китай не готовы и не будут официально поддерживать Сирию и сирийский режим. Особенно после тех преступлений, которые были на территории Сирии. Вспомним Алеппо, вспомним другие города, мирные жители которых уничтожались российскими ракетами и российскими истребителями. И вот опять же аллюзия или такое, знаете, сравнение крайне неприятное для нас, что именно этих генералов они опять понадобились и именно этих мясников перевели сейчас в Украину и одесская бомбардировка Гременчужская и предыдущие и по Киеву и по другим городам. Это уже они те военные преступники, которые совершили эти преступления в Украине. А вообще вот вы сказали про генералов. Очень интересен тот факт, что за последние 4 месяца у Путина поменялось очень много генералов, очень многих зачистили, были даже попытки суицида. И очень много офицерского состава уже погибло в Украине. Как вы можете это прокомментировать? Почему так, что происходит? Это не идеально спланированная спецоперация, что пошло не так и почему такие большие потери? Потери для российской стороны действительно огромные. И можно и нужно об этом говорить, что более 30 тысяч погибших это только российские военнослужащие. Соответственно раненых вам любой военный специалист эксперт скажет, что умножайте на 3. Вы можете представить, что больше 100 тысяч, 110 тысяч это погибшие и раненые российские военнослужащие. Плюс добавляем пропавшие без вести, плюс добавляем те, которых до сих пор припрятывает даже официальная московская статистика, упоминая тот самый флагман Москва, который на дне Черного моря, до сих пор же так и не сказали хотя бы количество российских моряков погибших только на одном этом флагмане и утонувших. Подытоживая, я могу сказать, что такие утраты и такие потери означали и означают для Путина то, что он действительно уже ни первый, ни второй и даже не третий раз меняет военное руководство и сейчас по нашей информации это как раз генералы, которые бомбили Сирию, они сейчас как раз в этом центральном и западно военном округе российском ведут боевые действия и совершают преступления военные против граждан Украины и наших мирных городов. Именно там идет, кстати, прихованная мобилизация дополнительных военнослужащих, то есть призывников, срочников и не только срочников для того, чтобы пополнить и восполнить потери. И давайте вот для примера вот был 331 полк Костромской, десантный, он достаточно известен был в России, потери, реальные потери, которые уже даже в России, российская сторона не может припрятать, только в одном этом полку 400-500 человек, то есть половина полка уже нет. Это именно они заходили, кстати, среди первых на Гастомель в Киевской области. Вот вам более 4 месяца войны, только на одном примере, только на примере одного полка. Кстати, соседний полк ничем не лучше ситуации, у них тоже сотни погибших, тоже десантники, тоже Кострома. Владивосток, вы сами упомянули, я подтверждаю, что да, аж в том дальневосточном военном округе и потери огромные, и мобилизация дополнительная. Про Бурятию и вообще вспоминать, конечно, жалко, сколько семей и жен утратили своих кормильцев, но нам в Украине совсем не жалко, что именно столько много оттуда агрессоров пришло и убивали наших мирных граждан, и соответственно наши вооруженные силы их уничтожили. Поэтому пошло не так только одно для Путина и для российской агрессии. Это реальное сопротивление, реальная защита украинскими вооруженными силами, украинской территориальной обороной. Если вы меня спросите, то каждым украинским, каждым гражданам Украины и нами, и нами, членами парламента, мы постоянно работаем и будем работать до победы. И волонтеры, и добровольцы, ну и самое главное, безусловно, украинские военнослужащие. Именно они сломали планы российской агрессии, если мы говорим, начиная с утра 24 февраля. Кстати, о сопротивлении. Вы же были главой СБУ 2014-2015 года. Это самый сложный период, когда по большому счету нас аннексировали Крым, началась война на Донбассе, и мы тогда, Украина тогда впервые столкнулась с войной лицом к лицу. Мы были не готовы. И тогда не было такого сопротивления на Донбассе, как сейчас на Херсонщине. Вот мы видим, что херсонские партизаны уже фактически довели войска Российской Федерации до истерики. Солдаты боятся ходить подвое, даже вдвоем, они боятся ходить по улице, они ходят небольшими группками, потому что они боятся зайти в подъезд, они боятся зайти в магазин, они боятся пользоваться авто, они ждут везде диверсии. И вот очень интересно, что в последнее время в Крыму возобновилось партизанское движение. Расскажите, пожалуйста, о феномене партизанского движения в Украине. Сейчас это действительно движение сопротивления, мы так это называем, пока еще не есть в классическом понимании партизанским, но это движение сопротивления. И чем больше, чем сильнее поджимают вооруженные силы Украины, особенно на юге, особенно в направлении Херсона, наступают для того, чтобы освободить украинский город, тем сильнее это движение сопротивления и тем сильнее неприятие российской оккупации. Именно неприятие, невосприятие оккупантов и оккупации в украинских городах и селах главная причина, почему российская агрессия провалится и будет проигрышной. Я более того скажу вам, что то же самое в Запорожской области, в тех районах, которые временно оккупированы российской армией. Более того, я вам скажу, что в Николаевской области, и повторюсь, никуда движение сопротивления не делось, оно дальше будет в том числе подниматься и в Донецкой области, и я прогнозирую, что и в Луганской. В этот раз для российской армии и для российского политического и военного руководства очевидно, что не будет тех псевдореферендумов, не будет тех псевдоподдержек, которые они изображали в 2014 году. И, кстати, вот вы упоминали 2014 год, тогда картинку такую очень часто нагоняли за счет того, что автобусами просто привозили из России российских граждан, которые стояли, скажем, где-то в центре Донецка изображали вместе с местными жителями какие-то митинги. Сейчас это уже не работает и не сработает, поскольку идет военная агрессия Российской Федерации, поскольку они стреляют ракетами по мирным городам, и после таких военных преступлений ни один здравомыслящий человек, даже если он и сомневался поддерживать или не поддерживать украинский сомненитет, сейчас уже в этом никто не сомневается. Сверства агрессора никто не хочет на своей шкуре испытывать. Тем более, повторюсь, посмотрите, весь мир это видит, от Бучи до Мариуполя, посмотрите, что сделали с Мариуполем, сколько там десятков тысяч погибших, а у них же еще сотни тысяч родственников, а у них же еще сотни тысяч знакомых, то есть волна сопротивления именно на этом стоит. Если кто-то думает, что там какие-то супертайные операции главные, это важно, но главное другое, главное то, что зверства оккупантов и агрессия даже в самых обычных людях, которые возможно всю жизнь и говорили на русском языке и никогда в общем-то наверное до войны не думали, что Россия может пойти на такие военные преступления. Теперь не просто думают, а пережили страшнейшие трагедии, пережили ужасы, если говорить о мариупольцах. Я вообще считаю, что о Мариуполе хотелось бы вот о чем у вас спросить. Смотрите, в Мариуполе провели парад. Парад для ветеранов. Честно, тяжело было осознавать как-то, что там проводят парад для ветеранов, когда разбомбили город, эти ветераны снова пережили ужас войны, сейчас выходите перед ним с троевым шагом и дарите цветы. Вот один из предыдущих гостей сказал, ну третий Райх тоже ходил парадом в захваченных городах. Ничего удивительного. Но я вот о чем хочу спросить. Почему в городе, который разрушен полностью, до сих пор не захоронено сотни тысяч людей, почему там ходят парадом? Зачем вот эту картинку создавать? Вот все уже захватили Мариуполь. Что это? Нехватка побед для Путина или это очередное запугивание местного населения? Это не что иное, как пропагандистская картинка и ясно, что по указанию Путина, но для внутреннего потребления в Российской Федерации. Поверьте мне, вскрыть десятки тысяч погибших военнослужащих российских очень непросто. Поэтому кроме того, что эта информация засекречивается, кроме того, что семьям не разрешают об этом говорить и обсуждать, кроме того, что тотально, на 100% контролируются все паблики в Российской Федерации и обсуждения, причем контролируются ФСБ местными структурами. И, более того, создаются нарративы и обсуждения, инспирируются там, якобы, о поддержке дальнейшей агрессии России против Украины. Точно такие же методы и точно такие же исполнители этот так называемый парад в Мариуполе во-первых, срежиссировали, во-вторых, повторюсь, это грязная картинка, созданная российскими спецслужбами для российского потребителя. Никто ни в Украине, ни во всем мире не верит и даже не собирается смотреть такие парады. Более того, мы знаем и вы правильно говорите о том, что сотни тысяч погибших, десятки тысяч незахороненных тел, проблема, по сути, катастрофа гуманитарная в разрушенном городе Мариуполе без воды с незахороненными телами погибших, это кошмар из кошмара. Вот, что мы будем всему миру доносить, а не эти парады. Кстати, о гуманитарной катастрофе. В Лысычанске, под Лысычанском и саму Лысычанске два дня назад снарядами разбомбило гуманитарные центры, куда свозилась гуманитарная помощь. Мы это неоднократно уже наблюдали. Зачем Российская Федерация сейчас, войска Российской Федерации бомбят именно гуманитарные центры? Ведь, если вспомнить Мелитополь и Мариуполь, они наоборот оставляли вот эти гуманитарные центры, воровали нашу гуманитарку, которую мы людям привозили, и снимали картинку, как чеченцы раздают людям гуманитарку? Изменилась сейчас эта картина и подход российских военачальников и российской военщины по всему фронту. Они сейчас везде уничтожают и гуманитарные центры, и сознательно направляют и артиллерию, и бомбы, и ракеты на мирную инфраструктуру, на гуманитарные, в том числе, пункты помощи, на мирные санатории, зная, что там спят украинские дети и семьи. Я вижу, что это уже такое, знаете, изменение в самом подходе российских военных преступников, военачальников, я имею прежде всего в виду. И мы уже упоминали, что это очередное изменение, и, видимо, по моему убеждению, это уже позиция и указание и приказы нынешних российских генералов, которые ныне ведут войну и агрессию против Украины. Это общее изменение и общий, если хотите, настрой и приказы по всей линии фронта. Кстати, стало заметно, что в Мариуполе, в Мелитополе уже появились сирийские наемники. Насколько опасны сирийские наемники, куда делись кадыровцы, почему они не воюют и почему в российских войсках вот такой дисбаланс, почему между собой воюют россияне, буряты, кстати, по национальному признаку воюют, вот откуда у них такой раскол такой? Я вам скажу, что сирийские вояки, их никто не боится, их не так много, но для картинки, возможно, их будут показывать, знаете, как за Украину все-таки весь мир воюет, очень часто действительно добровольцы со всего мира приезжают в Украину, чтобы помогать нам защищаться от российской агрессии. Я думаю, что это контр-пропаганда со стороны Российской Федерации, со стороны российского руководства и со стороны руководства спецслужб России. Поэтому я не верю в массовость, а даже тех, возможно, кого показывают, ну, приехал наемник, ничего, долго он тут не продержится. А вот, что касается изменений, вы правильно говорите, из Чечения, и из Чеченской Республики, в том числе и нынешнее руководство этой республики, стало меньше направлять своих военнослужащих или граждан Российской Федерации, которые там живут, особенно чеченской национальности, по одной причине, потери, огромные потери среди всех российских военнослужащих, независимо от национальности. И второе, внутренняя боязнь нынешнего руководства Чечни за свои шкуры. Ну, давайте так говорить, кто охраняет руководство Чеченской Республики? И сколько вымпеловцев, или как они там называются, спецназа, спецслужб России от собственных граждан? Ну, вдумайтесь, это же картина не только не маслом, это картина уже не знали, черными красками, когда в собственной стране, в Чеченской Республике миф о том, что все там поддерживают Кадырова, а вокруг столько охраны, он боится уже выйти в своем Грозном или в своей Республике просто на улицу. Вот, вот что на самом деле происходит сейчас в Российской Федерации. Более того, я прогнозирую, что дальнейшая агрессия России дальше будет давать трещины по самой Российской Федерации, экономические, социальные и трещины безопасности и к осени начнутся огромные проблемы уже на территории самой Российской Федерации. Ну, раз мы так затронули с вами военную повестку, я хотела с вами, конечно, поговорить о международной политике, но давайте поговорим все-таки о военной повестке. Сейчас местные жители в Харькове заявляют о взрывах. Харьков это город, который живет под круглосуточным прицелом, 24 на 7. Будет ли битва за Харьков и когда мы сможем сделать Харьков зоной безопасной для жителей? Первое, мы понимаем, что с 24 февраля Харькову мстят российские военные, российское военное руководство, мстят и по садистски действительно обстреливают, просто потому, что могут обстреливать и нанесить ущерб, убивать людей и в Харькове, и в Харьковской области. Это первое. Второе, Харьков и Харьковская область будут освобождены обязательно. Будет ли эта битва? Я прогнозирую, что украинские вооруженные силы будут поджимать и освобождать Харьковскую область, а как только перелом будет достигнут, знаете, такой решающий, российские военные уйдут сами из Харьковской области и будут пытаться уберечь то, что и сберечь свои позиции, которые они на сегодня или на вчера имели в Луганской и Донецкой областях. Ну, по Украине понятно, по России более-менее понятно, а вот что вы скажете по поводу Беларуси? Очень многие считают, что территория Беларуси является угрозой для нас, потому что с территории Беларуси будут продолжать и продолжают бомбить Украину, кроме того, неизвестно, вступит ли Лукашенко в эту войну или он продолжит как-то маневрировать политически. Как вы считаете, вот как опытный руководитель спецслужб, чего ждать от Беларуси? Что на уме у Лукашенко? Ну, до руководства спецслужбами украинскими я был послом Украины и профессиональным дипломатом, послом Украины в Беларуси, в Минске, знаю лично Лукашенко и могу профессионально сказать то, что я и говорил с первых же эфиров у вас на утре февраля и других украинских медиа. Что важно, что на самом деле и Лукашенко, и его военная инфраструктура, и его вооруженные силы с первого дня агрессии стали со-агрессором. То есть, да, она полностью предоставили свои аэродромы, свою железную дву, свою всю инфраструктуру для бомбардировок, атак, и агрессии, и в том числе вхождение войск Российской Федерации, в Черниговскую, Киевскую, Житомирскую области. Вот, что на самом деле уже сделал Лукашенко и уже, что мы в Украине получили со стороны Беларуси. Причем, если об этом сказал бы кто-то до 24 февраля, никто бы не поверил, более того, набили бы морду, наверное, за такую ложь. Но, это произошло, причем произошло с территории Беларуси, где мне, как бывшему послу Украины, прекрасно известно, сколько совместных семей, родственников, приграничная торговля, двусторонняя торговля, да и отношения между белорусским и украинским народом были всегда просто хорошими. Я уже не говорю о том, что Черниговская область и со стороны Беларуси, Гомельска и прочее, это и границу они особо не ощущали. Ну, вы знаете, это понятно, что у нас есть очень много родственных отношений, извините, что перебиваю, вот из последних новостей военные учения в Беларусской армии продлили до 9 июля. Почему их продлили и все-таки вступит Беларусь в войну или нет? Как вы думаете, вот сами белорусы согласятся воевать с украинцами или им хватит мужества остаться и пойти против своей власти? Сами белорусы не хотели и не хотят воевать с Украиной, это однозначно, я могу вам сказать. Второе, почему постоянно там происходит учение? Потому что Путину нужно и очень выгодно, чтобы Лукашенко создал напряжение и, если хотите, то даже морально терроризировал Украину, украинские области приграничные, а, соответственно, создавал постоянную угрозу такую потенциальную, возможного потенциального нападения. Будет ли нападение? Я с 24 февраля неоднократно раскладывал и скептически всегда оценивал вероятность такого нападения. Сейчас, в связи с тем, что российское военное руководство перешло к таким зверствам и к такой зверской тактике ракетных обстрелов и реальная ситуация на фронте на востоке и на юге Украины, я думаю, что нам расслабляться в Украине точно нельзя. И любые военные провокации или любые нападения ракетами, бомбами, минометами или же непосредственно вооруженными силами, если они перейдут границу, Украина однозначно будет защищаться и мы будем уничтожать теперь еще и агрессора со стороны Беларуси. То есть ситуация такова, что недооценивать эту угрозу тоже нельзя. Ну и третье, я все равно очень серьезно и профессионально понимаю, что для Лукашенко первый же приказ и первый же белорусский военнослужащий белорусских вооруженных сил, который перейдет в белорусско-украинскую границу, будет означать первое, что Республика Беларусь и президента там больше нет. Второе, вооруженные силы Беларуси перейдут подчинение непосредственное и прямое генерального штаба России и соответственно для самого Лукашенко уже будет не дни он будет считать, а минуты и часы последнее пребывание у власти. И не случайно именно сейчас Путин так активно говорит о том, что вот мы теперь объединяемся ускоренными темпами или там удвоенными темпами. Правда там другая риторика, он же не говорит прямо, что объединяются в связи с тем, что готовятся напасть. Нет, нет, они со стороны России Лукашенко уже знаете, как хотят проглотить не одним путем так, не мытьем так катанием. И сейчас так называемая интеграция, а на самом деле объединение это то, куда попал Лукашенко в связи с тем, что стал с 24 февраля со-агрессором и принимал участие в агрессии против Украины. Это та цена, которую он начинает платить. И чем раньше он это поймет, тем лучше, я думаю, для самой республики Беларусь. Единственное, что, как всегда, с режимом Лукашенко казалось бы, с одной стороны и санкции, и агрессии, но зато безвизовый режим с Польши они ввели. Он ввел до конца этого года. Это о чем говорит? Я могу вам сказать, что на самом деле в самой республике Беларусь, в том числе и в Польше, очень хорошие отношения. Надо понимать, что в республике Беларусь огромное количество католиков и католицизм одна из очень серьезных, я думаю, вторая в отличине по влиянию религии. Вот, как непросто в Беларуси. И просто так говорить о том, что Беларусь или беларусы хотят воевать, я думаю, это неправда. И об этом в том числе знает Лукашенко. Но вижу, что Путин и его и российский режим очень серьезно додавливают. Если уж не в войну втянуть, то давай объединяться и делать союзное государство. Вы знаете, раз уж мы заговорили с вами о Беларуси, грех не вспомнить и о том, ну это я считаю очень важная новость, бункерный дед Владимир Путин наконец-то покинул свое логово. О чем это говорит? Он вот, например, приехал на Каспийский форум. У нас есть видео, как он приехал. Возможно, вам как дипломату будет интересно увидеть, что происходило возле самолета. Давайте мы посмотрим. И его выступление заодно. Вот есть. Ага, так, пока у нас ищут, пока готовят. В двух словах скажу, что, во-первых, сама новость о том, что лично Ава Цезарь решил выйти из своего убежища, это уже нонсенс. Вот. А то, что он еще и посетил Каспийский форум с его-то страхом за свое здоровье и себя. Давайте посмотрим. В ночестве он спускается по трапу. Все выходят, их встречают с хлебом с солью, а Путин решил, что хлеб и соль нынче могут быть опасными. Вот. Видите, все участники спускаются, их встречают целая делегация, но не Путин. Путин спускался в гордом одиночестве, шел до машины один, мы так понимаем, что меры предосторожности были приняты. Очень интересно, почему Владимир Путин был один и почему к нему никто не приближался. Как вы думаете? Я не думаю, я знаю, что это принципиальная позиция охраны Путина и самого Путина не контактировать ни с кем, не дай бог, не подхватить ни ковид, ни другие возможные вирусы. Это уже паническая боязнь за свою жизнь, за свое здоровье. И именно этим обусловлено то, что не встречают, не контактируют, сидят через длиннющий стол даже а перед тем, как сесть, обязательно настаивают, чтобы лидия президента или премьер-министра и даже стран Каспийских или СНГ сдали тесты, а без теста рядом с Путиным не посадят и даже не будут говорить. Это паническая боязнь за свое здоровье, особенно в связи с ковидом. О чем вообще может говорить такая маниакальная мания боязни людей? Вот давайте так, когда ты объявил войну всему миру, не только в Украине, на Украину напал, без того ни сего, на соседнее государство, напал незаконно, ракетами и прочим, войсками, танками, столько погибших, в том числе своих положил, столько военных, после этого начал пугать весь мир, объявлять войну Польша, после этого Литва, после этого Норвегия, после этого уже, я не знаю, до этого ясно, что все НАТО из Соединенных Штатов Америки. А какой еще стране Путин не объявил войну? Возможно пока Китаю, возможно, но китайские лидеры тоже понимают, что это крайне такая нестабильная ситуация и ненадолго. Вот на самом деле в каком если хотите мире теперь живет Путин и российское руководство, но и на самом деле поддержка Украины, антипутинская коалиция, группа Рамштайн, Европейский Союз, статус кандидата члена Европейского Союза для Украины, огромная поддержка экономическая, гуманитарная и оборонная это то, что уже не просто пугает, это доводит панику. и кто бы что не говорил, возможно еще Путин для картинки, для телекамер пытается сохранить лицо, хотя бы один, когда выходит с трапа, а все остальные российские руководители, поверьте мне, сидят и трусятся и вообще не понимают, как дальше жить. Особенно повторюсь к осени, когда в самой Российской Федерации прекрасно понимает их правительство, начинаются серьезные экономические и социальные проблемы. Но смотрите, на коммуналку уже в России начинает потихоньку поднимать, но потихоньку и не потихоньку, а для российских пенсионеров это будет ощутимое поднятие цен на коммуналку. Это только первые шаги, это еще только у нас что? Июнь закончился, 1 июля, а к осени это еще возрастут цены на коммунальные услуги, отопление, а с чем связано то, что растет в России цена на коммуналку? Это на секундочку страна, которая поставляет у них мощные энергоносители, у них есть своя нефть. Почему же у них коммуналка-то дорожает? Вот не поставляют всему миру, блефанули, блефанули, Путин в том числе сократили поставку в Европу. Теперь сжиженный газ впервые со стороны США, Канада, Норвегия превзошел российские поставки. Вот кто мог это себе представить? Они же этого не говорят российским гражданам, что Газпром, Рао, Газпром, все, уже постепенно все акции с той бумагой и мусором. Точно так же в России никто не говорит о том, что огромные миллиарды в топку войны бросают вместо того, чтобы платить пенсии, вместо того, чтобы платить зарплату, создавать рабочие места, закрываются заводы. Почему? Да потому что война это огромная дырка и очень дорогое военное преступление. Очень дорогое. И все то, что даже пока зарабатывали на энергоносителях, на золоте, пока, кстати, на золото не ввели тоже санкции международное сообщество. Все эти деньги шли и идут куда? Да на войду идут. Как вы думаете, седьмой пакет санкций быстро введут? Седьмой пакет санкций быстро введут? Быстрым не будет седьмой пакет, но он будет более, знаете, болезненным. Я думаю, что сейчас уже и я сам профессионально занимаюсь европейской политикой, очень много контактирую с европейскими парламентариями и скажу вам, что Европейский Союз, все 27 стран сделали для себя два важных вывода. Первое, постепенно, но окончательно отходить от российского газа, но тут важно и постепенно, но и окончательно, а это катастрофа для российской экономики Путина. Не граждан России, а Путина и Газпрома, на котором стоит вся коррупционная ветвь власти, которая ныне валового власти в России. Это первое. Второе, это замещение, особенно в Европейском Союзе и Украина ищет активно замещение российского газа другими поставщиками. Ну, не секрет, они все, в общем-то, на карте мира известны. Да, Норвегия, да, сжиженный газ, да, сейчас серьезная работа идет с Катаром и Турцией. С Катаром, потому что там есть много газа, а Турцией, потому что нужно сжиженный газ, чтобы турки согласились пропускать через Босфор, например, для нас, для Румынии, для Молдовы. Ну, кстати, русские же пытались договориться с Катаром, но видно, что-то пошло не так. Вы знаете, у нас осталось... Не договорятся, не с Катаром. Вот, а почему не договорятся, я предлагаю поговорить в следующий раз, если вы согласитесь выйти в эфир на канале «Утро февраля». Ну, а у нас осталось три минуты до конца эфира, потому что мы все соблюдаем комендантский час и у нас был опрос для всех телезрителей и он перекликается с тем, с чего началась наша с вами беседа. Затронет ли вас визовый режим с Украиной? Значит, да, в Украине родственники ответила 40%, да, в Украине бизнес 2%, да, любил ездить туда, как турист, 49%, нет, я в Украину не собираюсь 49%, вот как-то так отреагировало население России, очень интересно, действительно, как будут дальше развиваться у нас отношения с другими странами, что будет в Украине в ближайшие недели, я думаю, что мы с вами обязательно должны продолжить наш разговор, но уже в следующем эфире. Большое вам спасибо. Благодарю вас, с удовольствием. Дорогие зрители, я напоминаю, что у нас был Валентин Наливайченко в гостях, глава службы безопасности Украины 2014-2015 годов.